Это была безумная идея — бежать из немецкого плена по воздуху. Но четверо смельчаков верили — всё получится. Правда, трое из них никогда не летали, и лишь один полковник русской императорской армии Иосиф Башко был опытным авиатором. Всё произошло на рассвете, когда конвоиров сморил сон. Чтобы запустить моторы, понадобилось несколько минут. Огромный самолёт Илья Муромец оторвался от земли и начал набирать высоту. Главным было на остатке топлива дотянуть до своих. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая мировая началась сто лет назад. В конфликт оказались втянутыми 38 государств с населением в полтора миллиарда человек. 87% населения земли. На два враждующих лагеря разделилась Европа. С одной стороны — Тройственный союз Германии, Италии и Австро-Венгрии. С другой — Антанта — блок Англии, Франции и России. Это была битва народов и война новых технологий. Первые самолёты-разведчики, первые бомбардировщики и первые лётчики-испытатели. Военная элита — люди уникальной профессии. Что же мы знаем о них? Неужели только то, что ни их, ни других участников империалистической войны советские историки не считали героями? То, что вы сейчас увидите и услышите, никогда не демонстрировалось на широком экране. Эта информация была известна только узкому кругу специалистов. Уникальные фотографии, эксклюзивные кадры хроники, истории людей, прошедших Великую войну. Всё это собрано воедино впервые. В годы Первой мировой авиаторы принадлежали к особой касте. Их имена не сходили со страниц газет и журналов. О них говорили, как о настоящих звёздах. И, конечно же, молодые люди стремились в авиацию, хотели славы, вот были по-своему бесшабашны. Представляете, вот такой полёт на такой фанере, да, на фанерном самолёте, когда двигатель мог отказать, и парашютов не было. Каждый военный лётчик-профессионал был тогда на вес золота. К началу войны в Германии их не более 500. В Российской империи всего 221. 170 офицеров, 35 нижних чинов и 16 вольно определяющихся. Кто они, эти храбрецы? И были ли среди них наши соотечественники-белорусы? В этом архиве собраны все фонды военных учреждений времён Первой мировой. До 1992 года доступ сюда был закрыт. Сейчас многие документы рассекречены. В разрозненных списках личного состава частей Императорского военно-воздушного флота нам удалось отыскать несколько фамилий уроженцев Беларуси с их краткими боевыми данными. Наверняка лётчиков-белорусов было гораздо больше. И чтобы восстановить связь времён и во имя памяти героев-авиаторов Первой мировой, мы и предприняли этот поиск. Как оказалось, многие этнические белорусы записывались поляками, русскими и даже латышами. Как, например, Иосиф Башко, командир Ильи Муромца, первого в мире многомоторного бомбардировщика. Именно он и был тем отчаянным лётчиком, который впервые в истории авиации решился бежать из плена по воздуху. Когда началась Первая мировая война, Иосифу Башко было 26. Выпускник Николаевского пехотного училища и офицерской школы воздухоплавания был холост, статен, в жизни мог рассчитывать только на себя. Родители, простые крестьяне, жили далеко от Петербурга, в деревне Кастире, Двинского уезда Витебской губернии. Сейчас это территория Восточной Латвии. Туда мы и отправились. Этот край холмов и озёр называют Латгалией. В конце 19 века здесь жило немало белорусов. Об этом и сейчас напоминают названия деревень, Каменка, Лепники, Башки. Деревня, где родился Иосиф Башко, стоит на берегу озера. Лётчика-земляка здесь помнят и любят. Правда, называют не Иосифом, как в официальной биографии, а Езепом, на белорусский манер. Иосиф, он сам Язеп был, мой отец был, и я, значит, Язеп третий, и я не знаю, по какому соображению, но я чувствовал, что я должен своего сына тоже Язепом называть. Так что он Язеп четвёртый. Внук Язеп, который живёт в Риге, деда почти не помнит. Другое дело старшее поколение, невестка Иосифа, Валентина Башко. Ей более 90 лет. Она бережно хранит архив прославленного лётчика, его письма, награды, фотографии и никогда не даёт интервью. Но узнав, что мы приехали из Беларуси, решила сделать исключение. Её слова добавили несколько бесценных штрихов к портрету нашего соотечественника. Я считаю, что у Язепа Башко есть белорусские корни. Он очень часто вспоминал белорусские места, и его полёты также были часто над белорусской землёй. И даже рассказывали такой момент, что он, летая над землёй белорусской, бросал сладости детям, чужим детям на хуторе. Но как белорусскому пареньку из глубинки удалось стать пилотом Ильи Муромца? И не просто пилотом, а одним из лучших командиров первого в мире многомоторного бомбардировщика. Первоначально Илья Муромец создавался как самолёт для гражданской авиации. Идея его конструкции пришла в голову молодому инженеру Игорю Сикорскому совершенно случайно. Когда Сикорский испытывал один из своих маленьких самолётов, у него остановился мотор. И он чуть не потерпел аварию, ну и чуть не погиб. И выяснилось, что в карбюратор попал обыкновенный Камар. И ему тогда пришла такая идея, что нужно создать многомоторный самолёт, чтобы дублировалось. Если один мотор отказал, то на втором моторе можно было бы в окон и сесть. 12 февраля 1914 года самолёт Илья Муромец впервые поднялся в воздух вместе с пассажирами. На его борту было 16 человек, военные лётчики и служащие завода. Кто-то взял с собой аэродромного пса по кличке Шкалик. Пёс перенёс полёт отлично, как, впрочем, и все пассажиры. В самой пассажирской каюте был столик, стулья складные, и в другой комнате даже была софа, где могли отдыхать пассажиры, и даже приделали отдельную комнатку с вагонным туалетом, с сиденьем. В первых числах июня 1914 года военное ведомство сделало заказ на 10 самолётов такого типа. А 28 июня в Сараево был застрелен наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Стало очевидно, Европу ожидает большая война. К началу 20 века в мире образовалось несколько сверхдержав. Российская империя, Англия, Германия, Османская империя, Австро-Венгрия. Каждая из них стремилась завоевать новые колонии и рынки, получить новые сферы влияния. Каждая хотела диктовать свои условия в Европе. Им было тесно друг с другом. Борьба за раздел мира, она, естественно, существовала, и в этом была заинтересована Англия и Соединенные Штаты Америки. Германию нужно было выбить как европейскую державу из этой обоймы. Каким образом можно выбить? Да нужно столкнуться губами. К началу войны Российская империя имела самый большой авиационный парк в мире. 263 самолета и 14 дирижаблей. Но все аэропланы были устаревших конструкций. Французские бипланы, Ньюпоры и Форманы скорее спортивные, чем военные самолеты. Воздушный флот Германии насчитывал 18 дирижаблей и 230 аэропланов. В основном марки «Таубе», но по своим характеристикам они мало чем отличались от французских. Вступая в войну, ни Германия, ни Российская империя не делали ставку на легкую авиацию. Самолеты собирались использовать в разведке и для корректировки артиллерийского огня. Другое дело дирижаблей. 14 августа 1914 года в результате налета немецкого дирижабля на Антверпен было полностью разрушено 60 домов, еще 900 повреждено. Точное число погибших установить не удалось. Бомбы, разумеется, сначала брали с собой в кабину и метали уже из кабины руками. Потом появились примитивные бомбометы, всяческие крепления, приспособления для бомб. То есть легкие бомбы, которые помещались, брали с собой. На колени, на пол кабины клали. За первый месяц боевых действий немцам удалось оккупировать нейтральные страны Люксембург и Бельгия. Немецкая армия рвалась к Парижу. Но в эти дни русские войска начали наступление в Восточной Пруссии, что и вынудило Германию снять войска с Западного фронта и перебросить на Восток. Франция вздохнула, а вот Россия оказалась перед лицом серьезной опасности. К этому времени на русско-балтийском заводе изготовили 4 самолета Илья Муромец. Илья Муромец. Российский 4-моторный самолет с двумя несущими крыльями. Длина 17 метров. Продолжительность полета 4-5 часов. Максимальная скорость 120 километров в час. Максимальная высота 2000 метров. Вооружение 4 пулемета. Бомбовая нагрузка 417 килограммов. Экипаж 5-6 человек. Использовался как разведчик и бомбардировщик. В первой мере, кстати, именно на Муромце был сделан бомболюк. То есть отверстие, куда бросали бомбы. Вдоль борта, внутри кабины были сделаны такие полозья, по которым могла перемещаться кассета с вертикально повешенными бомбами. Такого самолета не было ни в одной армии мира. Появилась возможность бомбить объекты в глубоком тылу противника. Но тут возникла проблема. Никто, кроме конструктора Сикорского, не мог уверенно управлять новым самолетом. Опытным авиаторам, которые пилотировали легкие одномоторные машины, Муромец казался слишком громоздким и неповоротливым. А главное, малоперспективным. И тогда Сикорский принял решение посадить за штурвал нового самолета инструкторов летных школ. Лучшим инструктором Гатчинской летной школы был поручик Иосиф Башко, сын белорусских крестьян из Латгалии. Летчики стремились на фронт, где положение становилось все напряженнее. А к середине сентября и вовсе ухудшилось. 150-тысячная русская армия под командованием генерала Самсонова была разбита в Восточной Пруссии. Несла потери и русская авиация. Об этом было не принято говорить. Но сопоставив разрозненные данные, мы прояснили масштабы бедствия. За три месяца боев более 100 аэропланов и 33 летчика, причем самых лучших. Знаменитый штабс-капитан Петр Нестеров, который первым в мире исполнил фигуру сложного пилотажа, мертвую петлю, протаранил своим самолетом вражеский и погиб. Опытный военный летчик Евграф Грузинов, не желая попасть в плен, разбился вместе с самолетом. Часто авиаторы, когда безвыходная ситуация, просто опускали пулю в висок, чтобы не гореть долго, или не падать с большой высоты. Драматичная особенность той войны. Военным летчикам не разрешалось брать в полет парашюты. Было такое предубеждение не только у нас в России, но и в Англии, что если, допустим, дать летчику парашют, то он будет в любой опасной ситуации не спасать самолет, а спасать самого себя и прыгать из самолета. В российском генштабе понимали, нужно немедленно принимать решение по муромцам. Но для начала проверить их боеспособность. В начале войны послали два муромца на фронт. И один из них неудачно был использован, но не было опыта использования. И поручик Руднев, первый командир муромца, который был на фронте, он написал докладную записку наверх, где указывал недостатки муромцев, критиковал, и говорил, что на нем воевать нельзя. Он не берет высоту и так далее. Из штаба верховного главнокомандующего поступил приказ. Вследствие обнаружившейся непригодности аэропланов типа Илья Муромец к выполнению боевых задач надлежит прекратить снабжение армии аппаратами этого типа. Это была катастрофа и для экипажей муромцев, и для конструктора Сикорского, который возлагал на свое детище огромные надежды. И тогда председатель акционерного общества завода «Русобалт» Михаил Шедловский предложил не распылять самолеты по армиям, а собрать все в одну эскадру, по примеру, морской, то есть с единым командованием и штабом для координирования действий летчиков, базовым аэродромом, общей технической службой, которая могла бы оперативно устранять неполадки. 23 декабря 1914 года Николай II утвердил создание эскадры воздушных кораблей, первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков. Эскадру перебазировали под Варшаву, в Старую Яблону, поближе к линии фронта. Но когда сюда прибыл главнокомандующий военно-воздушным флотом Великий князь Александр Михайлович, стало понятно, оптимизма по поводу боеспособности эскадры нет даже в верхах. Собрав весь личный состав, Великий князь сказал прямо, «Я не верю в эту авантюру с муромцами. Мне вас жаль. Вы молодые люди, лучшие летчики нашей авиации, и вы лишены возможности отличиться и получить ордена». И предложил всем перейти в легкую авиацию. Никто из летного состава эскадры этим предложением не воспользовался. Летчики сознательно шли на риск. Германия перешла в наступление, решив вывести Российскую империю из войны. Илья Муромец взлетев в Яблоне начал бомбить противника. Обязанности помощника командира корабля выполнял поручик Иосиф Башко. Возвращаясь попали под перекрестный огонь своей же артиллерии. Их приняли за немцев. Но когда Муромец приземлился в Яблоне, на нем не обнаружили никаких повреждений. Снаряды просто не долетали до цели. Через день Иосиф Башко вновь в небе. На этот раз курс на Виленберг в Восточной Пруссии. Сейчас это польский город Вельбарк. Боевая задача удар по железнодорожной станции. Сделали три захода. На первом пристрелка, на втором сбросили серию из пяти бомб, на третьем сфотографировали станцию, уже окутанную дымом. В военно-историческом архиве нам удалось отыскать этот редкий снимок среди сотен других фронтовых фотографий. Из донесения агента из Виленберга. Муромец произвел в городе и на станции следующие разрушения. Разрушено станционное здание и Паггаус, шесть товарных вагонов и вагон коменданта, причем комендант ранен. В городе разрушено несколько домов, убито два офицера и 17 нижних чинов, семь лошадей. В городе паника, жители в ясную погоду прячутся в погребах. Появление в небе многомоторного бомбардировщика заставило противника по-новому взглянуть на авиацию Российской империи. Раньше русских летчиков уважали за храбрость, вступать в воздушный бой на летающей этажерке, да еще с одним карабином мог решиться не каждый. Теперь же к личному мужеству русских прибавилась и новая техника, и это могло сыграть решающую роль в ходе войны. Германия спешно занялась модернизацией собственной авиации. На немецких заводах началось массовое производство истребителей-разведчиков марки Фокер. Фокер. Одноместный моноплан. Размах крыла 8,5 метров. Скорость 132 км в час. Продолжительность полета 1 час 30 минут. Использовался как истребитель-разведчик. Первый в мире самолет оснащенный синхронизатором. Синхронизатор своего рода прорыв военной авиации. Это устройство позволяло стрелять из установленного на носу пулемета прямо по курсу безопасности повредить лопасти собственным огнем. В отличие от Германии массовое производство собственных истребителей в Российской империи так и не наладили. Правительство считало, что гораздо выгоднее купить лицензию у французов и собирать на отечественных заводах аэропланы «Ньюпор». Никого не интересовало мнение летчиков, которые жаловались на качество иностранных моторов. Между тем, положение на фронте все ухудшалось. В феврале-марте русские войска были выбиты из Восточной Пруссии и Сувалхской губернии. А в апреле горлицкий прорыв немцев положил начало так называемому «Великому отступлению русской армии». Войска оставили Галицию, Польшу, Курляндию и Литву. Вместе с войсками отступила и воздушная эскадра. В конце мая 1915 года она со всеми службами около тысячи человек передислоцировалась в Белосток, затем в Лиду. В сентябре-октябре значительную часть территории современной Белоруссии оккупировали немецкие войска. Началась позиционная война в окопах. Теперь фронт не мог обойтись без Ильи Муромца. Один из штабных начальников российской армии как-то сказал «Дайте мне три Муромца и забирайте все легкие самолеты». Иосиф Башко за боевые заслуги получил звание штабс-капитана и был награжден орденом Святого Георгия Четвертой степени. В то время в военно-воздушном флоте появился новый термин «АС». В переводе с французского «ТУС», то есть «Первый». АСом называли летчика, который сбил в воздушном бою не менее пяти вражеских самолетов. Илья Муромец был самым грозным противником для немцев и австрийцев. С подачи Сикорского в каждый полет Муромцев стали сопровождать два-три легких самолета. За неприступность его прозвали «Летающей крепостью». А на его перехват немцы посылали не менее четырех истребителей класса «Фокер». За все годы войны в воздушном бою был сбит только один Илья Муромец. Это случилось 12 сентября 1916 года на территории Беларуси, недалеко от местечка Баруны. Артиллерия стреляла по нему, потом нападали самолеты, и фактически один самолет, есть даже рапорт известный, сбил самолет в воздухе. То есть экипаж был убит в воздухе, не смог защититься, и самолет рухнул, и сдетонировали бомбы, в общем, обломки, в общем, это был самый трагический случай, и самый известный. Посмертно они все получили орден Святого Георгия. И в принципе они бы, может быть, отбились, но у них было три пулемета, понимаете, у них не было возможности отбить тот истребитель, который завис над ними. Немцы похоронили русских летчиков как героев. А для штабс-капитана Иосифа Башко гибель сослуживцев стала личной трагедией. Сам Башко в тот день тоже выполнял боевое задание. Бомбил германский штаб и склады в Барунах. Но ему удалось вернуться на аэродром целым и невредимым. Как и многие летчики, Иосиф Башко был суеверным и никогда не отправлялся в полет без своих талисманов. Башко было молит, что ему была кожаная куртка. И настолько она была изношена, что стыдно было ее одевать, но он верил, что эта куртка ему помогает себя выжить. А еще талисманом у Башко была маленькая собачка, которая, по его словам, однажды спасла ему жизнь. В архиве семьи прославленного полетчика нам удалось отыскать не только подтверждение этого факта, но даже фото необычного талисмана. Это случилось на Юго-Западном фронте, в местечке Колодиевка, у Каменец-Подольска. Иосиф Башко взял с собой в полет аэродромного пса. Не успел самолет подняться в воздух, как у него отказали моторы. Пришлось совершить экстренную посадку. От удара землю Башко потерял сознание. Первое, что его привело в сознание, что эта собачка ему начало лицо визать. И он очухался, начал думать, остался ли мне целый позвоночник, потому что при ударе всегда это первое терпение. Но он пошевелился, все-таки все в порядке. Таким образом собачка ему привела чувства. И он всегда полет и его брал с собой. Эту собачку брал с собой. Это вообще в Авиации было такие традиции, что собачки были как амулеты. Шел третий год войны. Но авиаторов в Российской империи по-прежнему катастрофически не хватало. Даже несмотря на то, что было открыто несколько авиационных школ в Баку, Петрограде, Феодосии, Киеве. Но за год все они могли обучить лишь 500 летчиков, а требовалось в два раза больше. И тогда российское правительство приняло решение подготовить будущих авиаторов за границей. Малоизвестный факт, подтвержденный кропотливым архивным поиском. 25 февраля 1917 года из города Романов на Мурмане в современный Мурманск в Англию ушел легендарный крейсер «Варяг». На его борту находилось более ста курсантов, будущих кадетов русского авиационного корпуса в Великобритании. Северная окраина Лондона. Музей Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Он был официально открыт самой королевой в 1972 году. Здесь можно увидеть легендарные Ньюпоры, Форманы, Бристоли, кадры кинохроники первых в мире полетов. В музее собраны уникальные документы по истории авиации Великобритании. Наверняка здесь есть материалы и о российских курсантах. Может быть и среди них окажутся выходцы из Беларуси. По нашей просьбе поиск начался на Британских островах. В процессе моего исследования и работы с работниками музея мой вопрос конечно же вызвал у них огромнейшее удивление. Они никогда не слышали о русском авиационном корпусе Великобритании и сказали мне что скорее всего вы первый человек за сто лет который спросил нас об этом. Роман Фирсов историк по образованию. Он живет в Лондоне и занимается поиском советских воинских захоронений на территории Великобритании. Однажды на кладбище Хаверлок он обнаружил могилы двух русских летчиков датированные 1917 годом. Оказалось что это курсанты из России погибшие во время тренировок. Долгие годы материалы о русских курсантах пылились в ящиках музейного архива. Но благодаря кропотливой работе Романа Фирсова их удалось собрать воедино. Большинство этих людей были это можно сказать сливки общества. То есть молодые люди из богатых семей из семей высокопоставленных чиновников с достаточно известными и знаменитыми фамилиями. Эти документы учетные карточки приказа зачисления а также фотографии курсантов демонстрируются на телеэкране впервые. Брат художника Бориса Кустодиева Михаил. Сын революционерки Инессы Арманд Федор. Для них и их товарищей срок обучения в Великобритании был рассчитан на три месяца. Полеты проходили утром в 3-4 часа и вечером. На утреннее полагалось прибыть гладковыбритым. В противном случае инструктор отправлял домой. Перед полетами предлагалась чашечка горячего кофе с пирожком или галетами. Летали по несколько часов. Обучение усложнялось тем, что почти никто из курсантов не знал английского языка. Но выход из положения нашли. На некоторых аэродромах были сделаны маленькие пометочки. то есть шпаргалки для кадетов и английских инструкторов. Это была небольшая бумага, записка. С одной стороны было написано по-английски 19 пунктов, с другой стороны по-русски. То есть кадеты, если что-то не понимали, они могли показывать пальцем буквально на строку, которая была им необходима и получали перевод. То же самое делали инструкторы. Впрочем, незнание языка не мешало кадетам в часы увольнения флиртовать с местными девушками. Правда, до серьезных романов с продолжением так ни у кого и не дошло. В принципе, кадетов пугали. Пугали чем? Что если ты познакомишься с британской девушкой и придешь к ней домой, это значит, что ты уже должен жениться. Но если ты вдруг скажешь, я не собирался жениться, я просто-напросто гулял, то половина твоего имущества переходит к британской девушке. Так сколько же русских курсантов проходило обучение в Великобритании? Сложность поиска состояла еще и в том, что славянские имена и фамилии в латинской транскрипции часто отличались от оригинала. А до нас никто не интересовался судьбами курсантов-белорусов. Но усилия романа Фирсова оказались не напрасны. Ему удалось отыскать наиболее точную информацию. Анализируя и сопоставляя данные, исследователь обнаружил ее на одном из архивных сайтов. По моим восстановленным данным сейчас я насчитываю где-то 115 человек. 115 человек. То есть 100 кадетов, вероятно, 100 кадетов и 15 офицеров. На данный момент я могу сказать только о трех летчиках, которые являлись выходцами из Беларуси. Это Николай Севенко, это Анатолий Григорович и Евстафий Волович. В большем размере сведения имеются о Николае Севенко. Сохранилась учетная карточка с его фотографией и адресом, где написано «Город Гродно, улица Муравьевская, 17». Именно по этому адресу в случае смерти Севенко должны были выслать похоронку. Гродно один из самых красивых городов Западной Белоруссии. В Первую мировую его оккупировали немецкие войска. При отступлении саперы русской армии взорвали все пять мостов через Неман. Мосты были восстановлены только после Великой Отечественной. А вот дом, где родился Николай Севенко, сохранился до сих пор. Только теперь улица называется иначе, не Муравьевская, а Ажешка, в честь знаменитой польской писательницы. Правнук Николая Севенко, Александр, живет в Гродно с рождения, интересуется историей своего рода. Он поделился с нами эксклюзивной информацией, которую ему удалось раскопать в архивах. Оказывается, отец Николая был чиновником, умер за несколько месяцев до рождения сына. Сам будущий авиатор окончил Гродненскую гимназию, учился в Политехническом институте в Петербурге. С началом Первой мировой поступил в школу летчиков и авиамотористов. Был призван в действующую армию, стал сигнальщиком в одной из летных частей. Николаю в 17-м году уже было 27 лет, поэтому каким-то образом он себе отнял три года, он родился в 1890-м, а в документах, которые сохранились в английском архиве, написано, что в 1893-м. Но причины понятны, он хотел попасть в состав вот этих летчиков и учиться в Англии. Две линии поисков наша и Александра Севенко сошлись. По крупицам архивной информации нам удалось узнать, что Николай Севенко успешно прошел курс обучения в Великобритании и 11 июня 1917-го года сдал выпускной экзамен в военной школе в Тетфорде. Получил свидетельство на право пилотирования военного аэроплана типа «Морис-Форман-Беплан» и блестящую характеристику. Впрочем, не все 115 кадетов, отправленных в Англию, смогли закончить курс обучения. Кто-то за неуспеваемость был переведен в разряд мотористов. Кто-то погиб во время учебных полетов. Остальные 62 человека вернулись в Россию. Но это была уже другая страна. В октябре 1917-го к власти пришли большевики. 3-го марта 1918-го года новая власть заключила сепаратный мирный договор с немцами. Россия вышла из войны. К этому времени легендарный самолет Илья Муромец утратил свои позиции. И у немцев, и англичан появились более мощные и более быстрые бомбардировщики. Парадоксально новая война дала самый большой толчок для развития технических. Если сравнить самолеты, какие они были в начале войны и какие они были в конце войны, это нельзя их сравнить. Это 10-кратные лучи были в конце войны, особенно французские, английские самолеты, немецкие самолеты. И по количеству и по качеству были. 11 ноября 1918 года Первая мировая война была официально закончена. Германия подписала акт о капитуляции. Большинство германских офицеров восприняли капитуляцию как личное поражение. Факт не подлежавший широкой огласке в Германии. Один из немецких асов Фрицерет покончил с собой в новогоднюю ночь 1919 года. Офицер просто не перенес позора Рейха. А летчики российского императорского военно-воздушного флота разделились на два непримиримых лагеря. Кто-то принял решение служить в Красной Армии, кто-то остался верен присяге и встал на сторону белых. По-разному сложились и судьбы уроженцев Белоруссии, кадетов русского авиационного корпуса Великобритании. Евстафий Волович после революции служил в летной эскадре дивизии польского генерала Желеговского. В 1919 году он погиб в авиакатастрофе под Харьковом. Анатолий Григорович вступил в Красную Армию и стал офицером НКВД. Его дальнейшая судьба неизвестна. О Николае Севенко не сохранилось вообще никаких сведений. А вот о судьбе георгиевского кавалера Иосифа Башко удалось узнать многое. В мае 1918 когда территория Белоруссии была занята немецкими войсками он попал в плен вместе со своим самолетом. Узнав что немцы собираются уничтожить Муромец принял решение бежать вместе с тремя товарищами. Несколько дней они тайно сливали авиатопливо которое выдавалось им для очистки деталей. Под покровом дождливой ночи Иосиф Башко пробрался к самолету сел за штурвал и взял курс на север. Но небо затянуло тучами и он потерял ориентир. Через четыре часа моторы отказали пришлось планировать с пятисотметровой высоты. Приземлились в огороде деревни Желания Смоленской губернии. Местные жители приняли их за немецких шпионов и сдали в ЧК. После долгих разбирательств Башко все-таки отпустили и даже приняли на службу в Красную Армию. Впрочем, там ему не очень-то доверяли. Однажды он совершил полет без комиссара. Полеты без комиссара не разрешались офицерам российской армии. Поэтому после полета он получил выигр и отстранен от полета. В 1921 году, воспользовавшись правом репатриации, Башко уехал в Латвию. Вместе с ним переехала и вся его семья. Жена Евдокия, двое сыновей и дочь. Они поселились в Риге. Башко стал начальником военно-воздушных сил Латвии. Он написал несколько книг по теории авиации. Правда, для этого ему пришлось брать уроки латышского языка. Язов Башко очень любил землю. Вообще работать на земле. И он посадил сто яблони. Но эти яблони дали уже первые плоды, но в сороковом году, в сорок первом году они вымерзли. Первая мировая началась сто лет назад. Но человечество до сих пор пытается осознать ее последствия. Миллионы погибших, тысячи пропавших без вести, бесчисленное множество покалеченных судеб и десятки новых открытий, изобретений, приемов, необычайно продвинувших XX век в разных сферах. За каждым из них человеческая драма, рассказать о которой еще предстоит. Иосифу Башко повезло. Его не забыли. По скупым сведениям нам удалось проследить его судьбу. Говорят, до конца жизни он разговаривал с сильным ладгальским акцентом. И всегда носил на кителе значок с двуглавым орлом и с крещенными мечами, символ русского воздушного флота. А на парадный мундир не стеснялся надевать царские ордена. Во время Второй мировой войны Иосиф Башко отказался сотрудничать с немцами. Уехал в свою родную деревню, где умер в мае 1946 года. Таким был первый командир Ильи Муромца, этой летающей крепости, с которой и началась вся дальняя авиация. А сколько еще героев, уроженцев белорусской земли, остаются неизвестными? Впрочем, некоторые имена возвращаются из небытия. Поиск среди документов Первой мировой дал новый результат. В архивных делах обнаружены еще 19 фамилий летчиков белорусов. Георгий Александрович, Георгий Борейше, Владислав Глинский, Леонид Даткевич, Степан Лебедь, Сергей Лишин, Борис Меер, Николай Мульков, Владимир Наркович, Степан Ноздровский, Ярослав Акулич Казарин, Эдуард Рудович, Вячеслав Рудковский, Леонид Самойлов, Кузьма Светогор, Иван Степанов, Виталий Сущинский, Иларион Талаке, Владимир Штокман. К сожалению, никаких других сведений об этих авиаторах найти не удалось. Пока не удалось. Как знать, возможно, после нашего фильма еще чья-то судьба не просто выйдет из тени забвения, но даже станет символом своей эпохи. великого и ужасного XX века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова